Чемпионат казахстанской премьер-лиги по футболу завершился всего полтора месяца назад. Но уже футболистов идет плановая подготовка к предстоящему новому сезону. В рамках тренировочного процесса шимкенский ордобасы сыграл в товарищеский матч с местным клубом первой лиги Краном. Несмотря на дружеский характер матча, эту игру не смогли пропустить болельщики шимкенского клуба. Поклонники ордобасы остались недовольны результатом прошедшего сезона. Отметив чемпионат из страны, главная команда Южного Казахстана заняла четвертое место. Ну надоело быть четвертыми, пятыми. Четвертое место нам преподносится всегда, что это как достижение. Да не достижение тоже. Нам пора уже быть медалистами, пора уже быть чемпионами. Мы, Шимкенская, Южно-Казахстанская область, у нас живет порядка четверти населения всего Казахстана. И все были чемпионами, и Тарас, и семей, которые только вот только вышли в высшую лигу. А чемпион никогда не то что чемпионом-призером никаким не был. Не забыли болельщики упомянуть об арене шимкенской команды. Недостаток центрального стадиона Каджимухана – это отсутствие осветительных прожекторов. И снова старая песня о главном. Ведь эта проблема с освещением поднимается уже не первый год. Каждый год одно и то же. Нам обещают, что сделают стадион, говорят, что выделили деньги, но никаких результатов. И вместо того, чтобы сидеть дома и смотреть по телевизору международные матчи, мы, болельщики, идем на стадион и болеем за родной Ордлабасы. Мы хотим наслаждаться игрой нашей любимой команды, а не бороться против жары. Нету ремонта и нету. Пришел уже какой по счету Аким, каждый Аким обещает. Вот говорят, что деньги выделили. Да и в прошлом году говорили, выделили деньги. Как сидели на жире болельщики, молодые, старые, как сидели на жире в плюс 45, в 3-4 часа. Я приглашаю Акима в 4 часа дня сидеть на жире именно в этом, на стадионе. Поэтому я не уверен, что освещение сделают. Товарищеский матч между Ордлабасы и Кыраном завершился победой подопечных Бахтиара Байсиитова, который, к слову, отсутствовал на игре. Игра завершилась со счетом 1-0. Единственный мяч забил грузинский нападающий от Армарц Валадзе. Цели на новый сезон, я вам так скажу, что еще разговора на сезон не было. Но, как вы знаете, мы в прошедшем сезоне четвертое место заняли. Мы постараемся в 2017 году занять как можно выше еще, как минимум бронзовую медаль. Но, в принципе, я сейчас не могу вам об этом говорить, потому что с руководством области, с руководством клуба не было у нас встречи. Как отмечают футболисты шимкетской команды, подготовка к новому сезону проходит планомерно. Тренировки футболистов проводятся дважды в день, плюс тактические занятия. Следующие учебно-тренировочные сборы пройдут в начале следующего года в Турции. Продолжение следует...